В конце Нового Завета говорится об одной церкви в каждом городе. Даже если там было десятки тысяч членов. Церковь можно было увидеть в разном контексте. Но тогдашние верующие смотрели на себя, как на одно целое. Идея соперничающих общин неизвестна в Новом Завете и неизвестна во Втором веке. Я знаю, что некоторые люди боятся экуменического движения. И правда, что существует ложный экуменизм. Люди заявляют о том, что они верующие, когда это не так на самом деле. И формируют большое институционное христианство, неверное Богу. Иешуа, конечно, не молился о таком христианстве. Он молился о единстве истинных верующих в Него. Ощущая, что это единство будет нарушено в истории. Когда мы становимся конкуренцией друг к другу. Конкуренция друг к другу в разных деноминациях. В разных апостольских течениях. Только сила Духа Святого, Его слава, сокрушает нас. Иешуа говорит, что мы придем к такому единству. И это приведет к чудесам. Мир уверует. Вот почему я верю, что восстановление единства тела верующих в каждом городе, в каждом народе, единство по всему миру это ключ ко второму пришествию. Потому что Он говорит, если мы придем к такому единству и будем молиться об этом единстве, тогда мир поверит. Мы постоянно видим, как срабатывает этот духовный принцип. Если в поместной общине есть единство, то у них будет намного больше духовной силы, чтобы продолжать работу Бога. Если тела верующих в единстве в этом городе, тогда у них будет сила над князьями тьмы, над тем городом. Когда мы в единстве принимаем участие в Вечере Господней, то это возвещает Его смерть. Мы показываем силу властям тьмы. Его сила поражает эти силы. Потому что когда Он был распят, Он поразил князьей тьмы и лишил их силы. Поэтому Вечеря Господня – это не только обновление нашего естества, но когда мы принимаем в Ней участие в единстве, это дает силу Его воскресения и огромную способность связывать тьму. Я верю, что наше участие в хлебе и вине Мессии, когда мы едины, самый могущественный акт духовной войны. Поэтому заметьте, что Он здесь говорит, «Да будут все едины, да уверуют мир». Наши молитвы должны быть направлены к этому и равняться на Ишуа в единстве Его тела. Мессианское еврейское движение должно быть в единстве с телом. Если мы не будем в единстве с телом, то мы не увидим исполнение того, чего мы желаем. Может быть, мы хотим что-то исправить в церкви. Но мы, евреи, родили церковь. Поэтому мы должны принимать тело верующих. Это применение молитвы Ишуа. И потом Ишуа говорит, что в результате весь мир уверует, когда все придут к познанию Бога. Ишуа повторяет ту же надежду, которая была у пророков. Надежда избавления всех народов мира. И потом Он молится еще. Чтобы мы были там, где Он, и видели Его славу. Здесь подразумевается восхищение церкви. Когда Ишуа возвращается, мы поднимаемся с Ним на облака. И будем там, где Он. И мы будем созерцать Его славу. В нашем поклонении и взаимоотношениях мы можем в некоторой степени видеть славу Бога. Но окончательное значение этого отрывка — это восхищение церкви или тела верующих. Поэтому единство церкви подводит нас к восхищению церкви и уверованию всего мира. Восхищение не просто вскоре нас снесет. Но восхищение происходит, когда мы входим в правильный Божий порядок. Вот еще один очень важный отрывок. Эфисянам 4 глава. Вот почему в соответствии с этой главой мы верим, что восстановление служения апостолов и пророков настолько важно. Служение апостолов и пророков необходимо для того, чтобы возвратить нас к правильному порядку. Апостолы и пророки в наши дни должны понять, что у них есть поручение привести церковь к единству. И без них мы не придем к тому единству, о котором молился Ишуа. Поэтому мы читаем в 11 стихе. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Это пятигранное служение. Это служение даров лидерства. Чтобы приготовить лидеров к служению для созидания тела Мессии. Доколе. Доколе. Доколе все придем в единство. То единство, о котором молился Ишуа, связано с правильным порядком пятигранного служения. Поэтому восстановление служения апостолов и пророков в наши дни, так же, как и евангелистов, пастырей, учителей, это восстановление Божьего порядка управления в церкви. Это ключ к единству, о котором молился Ишуа. Затем Он говорит в меру полного возраста Мессии. Иными словами, до возвращения Ишуа будет место в теле верующих, названное полнотой Мессии. Мы увидим изображение этого в книге Откровения. И когда мы войдем в эту полноту, как Бог смотрит на все тело, как единое тело по всему миру, только потом мы увидим восхищение церкви, потому что мы войдем в полноту Христа или в полного возраста Христова. Мы это так же видим в 5 главе послания к Ефесянам. Когда мы сравниваем брак со взаимоотношениями Ишуа со своим народом, в 27-м Он говорит о цели, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Да, я верю, что церковь войдет в праведную чистоту до того, как возвратится Господь. И будет великое возрождение. Поэтому у меня всегда возникает вопрос, какой должна быть церковь в мире, чтобы Израиль возревновал и завершил работу мирового евангелизма, и чтобы церковь была восхищена. Это будет церковь единства, которая проповедует Евангелие Царства по всему миру, подготавливает новых учеников, которая наполнена Его силой, которая являет знамения и чудеса, она полностью посвящена Израилю и Его спасению. Церковь знамений и чудес наполнена Его славой. Поэтому вы видите, что часть эсхатологии мотивирует нас трудиться и молиться, чтобы церковь пришла к этому моменту. Вы все понимаете это? Это все эсхатологическое понятие здесь. Сейчас. Как часть этого кто-то говорил об откровении сынов Божьих. Восьмая глава посланий римлян. Вот что я хочу сказать по этому поводу. Откровение сынов Божьих, чего ожидает все творение. Это откровение святым о Его возвращении. Только после Его возвращения у нас будут новые тела. Это ложное учение. Окончательное откровение сынов Бога происходит во время возвращения Ишуа. Но также есть определенная часть откровения сынов Бога еще до восхищения, когда мы отражаем Его славу. Значение этого символа должно ободрить нас на более чем просто эмоциональном уровне. И не надо искать буквальный смысл. Мы также глубоко понимаем происходящее. И это очень важно. Когда мы изучали период великой скорби, Вы помните, что существует три взгляда относительно периода великой скорби. Некоторые верят в будущую великую скорбь. Посмотрите ваши учебники. Включая тех, которые верят в восхищение церкви до начала великой скорби. Которая будет за семь лет до реального пришествия Ишуа на землю. Те, кто верят в восхищение в середине периода великой скорби, потому что они видят, что восхищение церкви в книге Откровения происходит до того, как будет излит гнев Бога. Они верят, что восхищение будет в середине периода. И те и другие верят, что семидесятая неделя Даниила все так же относится к будущему. Постребуляционисты верят, что восхищение будет после периода великой скорби. Но они не могут точно сказать, когда будет излит Божий гнев. Некоторые постребуляционисты верят, что семидесятая неделя Даниила все так же относится к будущему. И некоторые не верят, что это относится к будущему. Вы все со мной? По этому может быть. Постребуляционисты верят, что семидесятая неделя книги пророка Даниила может относиться к прошлому. И период великой скорби они основывают на других отрывках, а не на Даниила 9.27. Другие вообще не верят в предстоящую великую скорбь в будущем. Но таких людей очень мало. И обычно они постмиллениалисты. И 1 Фессалоникийцам, глава 4. Мы видим самую ясную картину восхищения. Но Павел здесь ничего не говорит о времени восхищения. 13 стих, глава 4. Не хочу же оставить вас, братья, в неведе об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер в воскрес ту, и у верующих в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей. Давайте сделаем небольшую паузу. Может быть, здесь говорится о звуке шафара. Поэтому звук шафара отображает эсхатологическое значение. В иудаизме, благодаря празднику Рошашана, шафар объявляет о Божьих судах. Поэтому есть множество-множество молитв о суде Бога на праздник Рошашана. Это начало судов Божьих. И теперь мы понимаем, что Рошашана и звук шафара взывают о приходе Иешуа. Это Его второе пришествие. И наш шафар отображает Его небесный шафар. Шафар Бога. Помните, что Рошашана имеет свое эсхатологическое значение. Начало судов Бога. И приход Мессии. Это все связано со звуком шафаров. Это очень важно для мессианских еврейских общин. И потом мы читаем, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретине Господу на воздухе. Из фразы «восхищены будем» мы получаем слово «восхищение». И так всегда с Господом будем. Поэтому ободряйте друг друга этими словами. Это важная часть эсхатологии. Библия учит, что мы не будем жить в бестелесной форме, как духи. Но наша судьба, чтобы иметь вечные тела. Но эти тела не будут ограничены, как наши сегодняшние тела. Поэтому в 15-й главе 1-го Коринфянам Шауль пытается рассказать нам об этом воскресении и о том теле, которое у нас будет. 12-й стих, глава 15. Если же в Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что воскресения мертвых нет? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша четна, четна и вера наша. 20-й стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Это еще одна ссылка на еврейский праздник. Ешуа воскрес из мертвых на пасхальной неделе. И на горе преображения у Его смерти в воскресении говорится как об исходе. Но Он воскрес из мертвых. В первый день недели в течение этого семидневного праздника. В иудаизме, как и в Библии, этот праздник известен под названием праздник первых плодов. И Ешуа первенец из умерших. И это означает, что предстоит огромная жатва воскресения. Поэтому в Ешуа воплощено значение праздника первых плодов. Потом мы читаем. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовы в пришествии Его. Опять-таки здесь говорится о восхищении, что мы присоединимся к Нему. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царство, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть. Затем Павел говорит о природе воскресшего тела. И не воссоздание нашего физического тела. Но это воскресение основано на нашем настоящем теле, так же как основа любого растения, его начало – в семени. И это поможет нам понять нечто. Как Бог может воскресить тело, если оно сожжено? Как Бог может воскресить то тело, которое выброшено в море и съедено рыбами? Но мы тогда упускаем то, что говорит Павел. Воскресшее тело – это не воссоздание всех химических элементов, из которых мы состоим. Но как это называется современная наука? Бог сохраняет генетическую информацию. И создает из нее новое воодушевленное тело. Поэтому тело попадает в землю, как семя. Вот что мы говорим сегодня. Обычно мы используем общепринятое слово «погребение». В действительности, правильный термин, который мы находим в Писании – заключенный в могилу. Нет такой идеи, что нужно сохранять тело. Пару недель назад было сделано поразительное археологическое открытие. Они думают, что нашли коробку с костями апостола Иакова, брата Ишуа. Кто-то слышал об этом? Об этом писали все газеты в Соединенных Штатах. Говорили все основные телеканалы. И они говорили с лучшими экспертами мира, которые считают, что находка подлинна. Маловероятно, что кости принадлежат кому-то другому, а не брату Ишуа. Но это всего лишь маленькая коробочка. Что они делали в те дни, когда они погребали кого-то? Погребение не означает «погребение под землю». Некоторые люди так делали. Но, как Ишуа, они помещали тело в гробницу. И после того, когда вся плоть полностью истлевала, они собирали кости и помещали их в коробку. Вы можете это увидеть в Иерусалиме, где было специально приспособлено для этого места. Что говорят о костях? Это видно в Иезекииле. Что Израиль — это только кости. И вы сохраняете только кости. Вот что я говорю. Бог сохраняет все, что нужно, чтобы создать наши воскресшие тела. И это духовные тела. Эти понятия звучат противоречиво. Но только так Павел может объяснить тело абсолютно нового измерения. Иллюстрация того, каково это тело — это тело Ишуа. Он может кушать, когда хочет. Он может пойти в любой город, когда захочет. Он не обязан. Если захочет, он может пройти сквозь дверь. Или сквозь стену. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Так ее acontece с тем, сколько